Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, здравствуйте, уважаемые слушатели Сегодня вот Елены Приваловой не будет в студии И буду изменять ее я, Олег Пеком меня зовут И телефоны, правда, в нашей студии не изменились Все по-прежнему 6212-93-9, 6213-93-9 Новшества То есть мы поговорим, конечно, о классической музыке У меня просто лежит афиша, которую для меня Елена Привалова подготовила И даже с розыгрышем билетов на концерт в Домском соборе В эту пятницу, 24 июля Так что, если хотите сходить Вот посмотреть на Международный фестиваль органной музыки В Домском соборе Рассказ о европейских соборах Кстати, будет рассказ о соборе Парижской Богоматери И сразу же, может быть, вот пока мы тут выключаем все телефоны Сейчас мы до этого сейчас дойдем Я объявлю, что мы будем разыгрываться, наверное, через СМС Давайте вот просто на номер 2006191 Вопрос такой Вот кто из французских писателей Воспел собор Парижской Богоматери Как это, значит, произносил в операции И других приключениях Шурика Значит, кто же Онаре де Бальзак, Александр Дюма Или Виктор Гюго Вот такие у меня три варианта Кто воспел, вот рассказал о нем Вот даже роман так свой назвал 2-3-0-6-1-9-1 Присылайте ваши СМС И вот среди тех, кто первыми ответит Мы кого-то отправим сразу на этот замечательный концерт С программой сейчас мы чуть-чуть разберемся Сначала я представлю гостю в нашей студии Это и режиссер, и продюсер, и творческий совершенно человек Екатерина Ланская Здравствуйте Здравствуйте Мы как-то вот договорились сразу Я не знаю, на ты общаться Да, чудесно Вот поэтому не шокируйтесь Потому что вот, может быть, мы будем говорить Ты как старые добрые друзья Но скажите, вот скажи Да, вот сразу оговорился Я могу с подарка сразу, чтобы тебе было легче Хорошо, конечно Хочу подарки Я принесла тебе подарок На мой взгляд, ну прям эстетический оргазм можно испытывать Мы не боимся этих слов Нельзя это говорить в радиосфере? Ладно, хорошо, молчу У нас же медицинская программа Это сделал Игорь Гуревич Собственно, великий, на мой взгляд, графический дизайнер Который оформил по всему миру огромное количество мероприятий И так как они с Марией, с режиссером дружат То афишу для спектакля создавал он И на мой взгляд, это прям вот произведение искусства Которое может украсить любую стену Мы сейчас поговорим как раз об этом мероприятии В этом проекте «Пиковая дама» Но вот я просто хотел сказать На ты, вот насколько проще ведь Даже в тех же самых снах Екатерины Вот Раймонд Паус приходит, ему тоже ты, Раймонд Да, но мы давно просто знакомы И Казиннику тоже ты Хотя у нас достаточно большая разница в возрасте Мне кажется, ну, во-первых, формат снов То есть если ты говоришь о моем другом проекте Не о «Пиковой даме», да, потому что их у меня много И в каждом проекте я выступаю в разных ролях Там я ведущая и даже не ведущая Потому что это скорее такой перформанс И во сне, я считаю, что ты во сне на вы же не разговариваешь Ну, собственно, и как бы поэтому Мне кажется, это даже как раз-таки Когда мы презентовали проект Мы говорили о том, что это такой разговор без правил То есть это такой спектакль в прямом эфире Спектакль, который рождается у тебя на глазах То есть в зависимости от потока Я безумно люблю книжку Бориса Гройс в потоке И как бы ты движешься вот вместе со своим героем И когда ты с ним на «ты» Плюс я беру все интервью босиком Потому что для меня это такая, ну, ноги, мне кажется И вообще обувь – это такая очень важная часть Ну, то есть мне не сложно быть голой Но вот ноги и ступни И если мне ступни человека не нравятся Мне вообще сложно потом его воспринимать Вот, и поэтому, если… Я уже прячу ноги под стол на всякий случай Чтобы не испортить разговор Вот, и если обратить внимание на фотографии Мне было очень приятно, что приняло пресс И все откликнули, что вот такой уникальный проект в Риге запустился Симбиоз, что это все происходит в музее Разговор без правил на «ты» Все это тема снов, да, чуть-чуть и Юнга Мы тут главные редактора взяли Вот, и я там беру интервью босиком Ну, то есть чтобы как бы ты был максимально открыт Ты на «ты» с человеком И ты еще как ребенок, да, вот голыми ножками Который там бегает, да, по полу И он же как бы щупает все Он ощущает поверхность Он не может еще говорить, да Но он, вот эти тактильные ощущения Поэтому… Гость должен быть босиком или… Гость может быть в чем угодно, как угодно То есть это вот, я говорю еще раз Это разговор без правил И поэтому на «ты» Отвечая на твой вопрос Почему на «ты»? Потому что, ну, сон, он как-то на «вы» будет странным Можно, конечно, но… По сне Хорошо А как вы думаете? Пиковая дама Вот, вот, пиковая дама Может быть, начнем с такого ближайшего проекта Который сейчас будет показан, представлен публике Почему именно Латвия стала местом такого, ну, создания этого проекта? Получилось так Это, на самом деле, ну, мистика Начиная с самого произведения Мистика дальше преследует весь проект То есть мы обе с Марией из Москвы У нас масса общих знакомых При этом мы никогда не пересекались ни на одном проекте И то есть нас свела Юрмала Я влюблена в Латвию давно И как бы много здесь сделала проектов Уже за последнее время успешных Мария тоже влюблена в Латвию, в Юрмалу И это ее идея Возродить дачные спектакли И ты с ней об этом говоришь Вот И получилось так, что Так как она творец И она еще По некоторым сложившимся обстоятельствам Играет главную роль То это, ну, я не представляю Как она это все выдерживает То есть на репетициях я на нее смотрю восхищенно Потому что она сначала кричит Так, свет вот сюда Звук вот сюда Значит, здесь запускаем И принимает образ, значит Главной героини И это просто фантастика, что она творит Вот И, конечно, у этого всего должен быть Как это у паровоза в самом начале? Локомотив Локомотив То есть И ко мне Как к локомотиву Обратились Потому что Ну, на проекте Всегда очень много Организационных вопросов И я всегда говорю Людям, которые Хотят сэкономить На должности Ассоциатив продюсера Или исполнительного продюсера Я говорю Ребят, ну вы В конце пути Вы увидите, что вы Вот так по ступенечкам Как бы Раздали столько В ненужные места Финансов Что взяв одного профессионала На должность исполнительного продюсера У меня это Ника Степанова Любимая То есть вот Проект, где я танцую Да, где я актрисой Который принес Латвии Там приз Лимпы Международном фестивале Ника Отвечала за все Вот исполнительный продюсер Я на нее смотрела И она уже Бежала с заморозкой Для ребра Потому что я была С сломанным ребром То есть это человек Он который Он на нее смотрит Главный оператор И она уже знает Что нужно подойти К осветителям То есть это Ну на каком-то Квантовом Да Физическом состоянии Происходят Вот эти вот Импульсы Когда этот человек понимает Что нужно сделать Чтобы проект ехал Вот это исполнительный продюсер Да Вот И получилось так Что Нас познакомил Наш общий знакомый И говорит Катя Вот там вот есть Организационные именно вопросы С которыми нужно помочь И Ну это Очень приятно Потому что мы такие Две противоположности Да Я Ну Такая Маленькая Хрупкая Мария Такая Великая Во всех планах Да И как Творец И сама Она такая Ну мне очень нравится Вот она как женщина И Мы уравновешиваем Мне кажется Друг друга В этом плане То есть какие-то Вопросы Именно С точки зрения Афиш Печати Переговоров С потенциальными Спонсорами С размещением Рекламы С Ну Любыми Да Вот этими Тизер Я сейчас Сделаю Тизер К спектаклю Который Надеюсь Что вас Очень всех Порадует И Она Занимается Именно Созданием Вот этой Магии Да То что она Сказала Про спектакль Мне очень понравилось Что как камушек Да Упал Воды Круги Разошлись И вот То что Ей пришла Эта идея Мне очень Хочется Чтобы Ну Максимально Вот Ей Подстелить Все Соломинки Чтобы Ее Идея Воплотилась А кто Кстати Был Инициатором На такой Афише Чтобы Пригласить Вот Игоря Они Очень Дружат И Насколько Я понимаю Это Просто Такой Творческий Очень Дуэт Давний У нас Как раз Протянул руку К звонку Да Надо надеть Наушники Да Добрый день Добрый день Однозначно Автор Романа Собор Парижской Богоматери Да Является Виктор Гюго Виктор Гюго Как вас зовут Простите Вот можно Елена Все Я записываю Ваше имя И Мы Обязательно Ну вы знаете Я вас попрошу Сделать Вот что Мы Как Так 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 Ваш номер Заканчивается На 5-3 Да Все Тогда я его записываю Спасибо большое Я записываю И мы с вами Свяжемся После Эфира И я расскажу Где вы сможете Получить Билеты Хорошо Спасибо 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 большое Спасибо Да И мы сейчас Сделаем А Не нужно нам делать Даже Переслушайте Вот какая Фантастика Публика Образованная Знает Что Виктор Гюго У нас Написал Собор Парижской Богоматери Вот Насчет Пиковой Дамы Насколько Произведение Написанное В прозе Ложится Вот Его можно Поставить На сцене Учитывая Что даже Господи С проскоренным Постановка Роли Германа Вот Был даже Введен Авторский Текст В экранизацию Чтобы Ну как-то Так Приблизить Алладимирова Когда читала Насколько Вот Ложится Пушкинский Текст На Сценическую Постановку Нужны ли Какие-то Хитрости Там Все Ложится Просто Даже Стелится Плывет И прям Ну мне Очень Вчерашняя Репетиция Понравилась Как раз Все это Будет В тизере Поэтому Не буду Спойлерить Хорошо Все мы не спойлерим А лучше Приходите Еще Мы можем Придумать Кстати с тобой Какой-то Интересный Вопрос И разыграть Билеты На спектакль У меня Как раз Есть парочку С собой Отлично Но единственное Что у нас Не будет Перерыва Поэтому нам Придется Сходу Как-то Придумывать Вопрос С ответами Перемигиваясь Я понимаю Каким-то Образом Ну Даже Нам надо Помощи Помощи У кого-то Просить Помощь зала О А может быть Самый оригинальный Вопрос Пусть нам Зритель Придумает Какой-то Вопрос Ну Попробуем Тогда Если у кого-то Есть вопрос Вот Интересный Вопрос По этому Произведению Или связанный С этим Произведением Пиковой Дамы 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Можно будет Позвонить И Рассказать Ну Задать Этот Как бы Нам вопрос Мы На него Уже будем Отвечать И заодно У вас будет Возможность Сходить Посмотреть Я так понимаю Что Все-таки Вот Эта Ситуация В мире Она Очень сильно Ударила По Вообще Миру Искусства То есть Если говорить О пострадавших Отраслях Наверное Ну Хорошо Есть Там Туризм Который Безусловно Ударил Там Рестораны Но Вот Мне кажется Что Для Мира Искусства Это просто Вот Удар Нежепоится Потому что Огромнейшее Количество Актеров Режиссеров Ну То есть Остались Без Работы Практически Из-за того Что Массовые Мероприятия Запрещены А с музеями Представляете Что происходит То есть Если Диджитал Артхаус Кем я сотрудничаю По снам Екатерина С этим Интереснейшим Проектом Прошлым Летом Через Выставку От Монеды Кандинского Прошло 75 тысяч Человек То Сейчас Станционарная Выставка Где идет Иван Гог Письма Иван Гога И Клинт Люди К сожалению Потому что Понятно Что все боятся И кто-то Кошленет Чихнет И я вот тут Вот шла Что-то там Сделала И так на улице Уже неодобрительно Поглядывает Да Да Я думаю Так Как же Поэтому Конечно Ударила Ну вот Этот Скажем Такой Страх Публики Перед Я кстати Вот у нас Будет Например В Юрмале Юрмальский Фестиваль Ну концерт В рамках Юрмальского Фестиваля Который отменен Но Вот эти Рожденные В Латвии Очень Такое Традиционное Тоже Интересное Мероприятие Где и Ксения Сидорова Александра Антоненко И многие другие Там будут В это участие Там вот я смотрю Что У вас он Предыдущий Потрясающий Был напротив Оперы Бенен Латвия Да 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 Вот фантастический Ну вот Юрмале Проходили тоже Вот часть мероприятий Ну и я смотрю Что сейчас Вот буквально Там 500 мест Будет В 2000 Зале В Дзентере То есть я понимаю Что будут рассаживать Через Там одного Через двух И понятно Что вместимость Залов Сразу Падает То есть это Настолько Ну я понимаю Что для продюсеров Проекта Это означает Сразу же Что публики В 4 раза меньше То есть это Или нужно поднимать В 4 раза билеты Стоимость Или Каким-то образом Искать недостающие средства Потому что это Ну вот Это Это грустно То есть Насколько Вот Если говорить Вообще Вот о ситуации В Латвии Или в России Если есть Ну вот могу спросить Вот насколько Так смотрят Ну у меня у мужа Куча концертов Отменилась Конечно И Би-2 Которые должны приехать Были в арену Рига И потом у меня сниматься То есть масса моих близких друзей С кем я общаюсь Просто в жизни Они только по работе У них отменены концерты Что с этим будет Я не Не настрадамус К сожалению Да Я бы так вот Всем бы предсказала Что все будет замечательно В любом случае Все будет хорошо Знаете Как есть прекрасная поговорка Никогда никак не было Как-нибудь да будет То есть Вот Но Конечно Это Сейчас Очень Тяжело Для Для всех Творческих людей Но я надеюсь Что это все Как-то выровняется Просто Сейчас Очень многие Актеры И музыканты Они стараются выступать Онлайн То есть Это стало В какой-то момент Когда сидели все на карантине Каждый день Там был огромный список Кто в ютюбе Кто в инстаграме Устраивали Там от Агутина До Там Самых Классических Артистов Я у Люка Бессона Лично поучилась Потому что он онлайн уроки Устраивал Так что Ничего плохого Я считаю В этом нет Но не получится Лично ли так Что публика Уже будет развращена Вот Ну вот Бесплатным потоком Вот этого контента Который Дается И уже Вот Будет скептически смотреть На Какие-то живые выступления Мне кажется Знаете Ну как бы Если у тебя есть Доля разврата В тебе То Ну уже Больше Она будет Меньше Уже это А если ты Как бы умеешь Контролировать Свои эмоции И Своё время Препровождение То оно Останется Неизменным Поэтому это Скорее зависит От личности Нежели от Конечно На нас влияет Общество И так далее Но мне кажется Мы Взрослые Зрелые люди И не только Потому что Молодежь Сейчас Настолько Мудра Ты Общаешься С каким-то Человеком 18 Девочка Тебе Ты просто Или с дочерью Вчера мы Общались По поводу Тема была Она Она так Скакала Но Именно Прощение Прощение Принятие Она говорит Мама Я вдруг Поняла Что А вообще Зачем Обижаться Ну вот Представляете В 11 лет Перед сном У вас Такая тема Поэтому Мне кажется Насколько Мы вот туда Засосёмся В эту матрицу Это зависит От человека То есть Это у тебя Получается Что Нету Такого Брюжания По поводу Молодёжи Ой Там вот Что это Вообще Только восхищение По поводу Молодёжи Ну Моего Окружения Что они Творят Это просто Фантастика То есть То что Там сидит Каждый Второй Даже не Каждый Каждый Первый Сидит в Телефоне Многие Говорят Что не знают Там простейших Вещей Из-за того Что Вот это Окей Гугл Оно заменяет Ещё раз Я говорю Что это Зависит От От твоего Внутреннего Наполнения И от того Что ты несёшь Сам В мир То есть У нас Было так Сыну Шесть лет Платону Он хочет Поиграть В очередную Майнкрафт Или как это Называется Я просто Вот я На самом деле Я очень Хочу научиться Чтобы быть Партнёром Чтобы на одном Языке Разговаривать Поэтому я Обязательно Овладею этим И он говорит Мам Я хочу Я говорю Хорошо Ты учишь Стихотворение И дальше Ты играешь Через два часа Мне шестилетний Ребёнок Не целиком Но половину Он цитировал Я разная Я натружена И праздная Цель И не целесообразная Я весь Несовместимый Неудобный И так далее То есть Евтушенко Куча выученных Прекрасных Прилагательных Он потом Мы например Опаздываем Они оба учатся В школе Эмиля Дарзеня И говорю Платон У тебя сейчас Сольфеджио Нет Мне кажется На фортепиано Мы бежали Я говорю Мы на фортепиано Опаздываем Мама А до этого Мы вышли Тоже со специальности Потому что Он на ударных София на арфе И Мама Я и так Искусством Осаждён А это как раз Фраза из Стихотворения Евтушенко Поэтому Какой вы Мир вокруг себя Строите Какую вы Вселенную Создаёте Так Можно конечно И уставиться И смотреть Но опять же Что смотреть Ну тут получается Такой элемент Торга То есть Ты хочешь Шантаж Конечно Угрозы Шантаж Насильный Мне кажется Ну Золотая середина Да Как у Будды Она Всё-таки Ну как бы Ты же Как-то балансируешь Как серфер Да На этих волнах Шантажа Но не с каждым получится Вот мы шантажировали Шантажировали Публика Я понимаю Не хочет шевелить извилинами Но Придумывать Ей вот Дай вот готовый вопрос А как интересно Да мы повернули с тобой Мы вас не будем Вы нас спросите Да Вот И как-то сразу Приглушился Как-то энтузиазм 6212-93 Потому что до этого Звонили 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 Хотели выиграть Билеты По соборам Парижской Богомарии А вот как надо Самим придумать Вопрос Так сразу Возникают Проблемы Я верю В нашу публику Сейчас Всё будет Но будем Будем Посмотреть Чем интересна Латвия Вот для Скажем Московской Богемы То есть Вот почему Именно Латвия Приезжают сюда Люди Которые Не могут Встретиться Живут в параллельных Вселенных В Москве Вроде бы Находясь в одной Отрасли В одном Как бы Течении Тем не менее Они встречаются Знакомятся Вот именно здесь Во-первых Магия места Я уже много раз Ну когда по поводу Других проектов Давала интервью Говорила о том Что для меня Латвия Похожа Чем-то на Индию Ну земля А именно То есть И есть же предание О том что Например Брамены Они шли С севера на юг Да То есть Вот эти племена Балтов Я не углублялась В этот вопрос Поэтому не могу Его вот Развить Эту тему Глубоко Какие-то орнаменты Элементы Они действительно Вот находятся Я могу сказать Совершенно Точно И положа Вот руку Куда хотите Да На микрофон Что Когда я первый раз Приехала Мы снимали Новую волну Мы только Организовывали И Я там была Телевизионным режиссером И Я помню Что Ну это не было Как сейчас Да Ты открыл компьютер Кнопочку нажал И у тебя файлик Улетел Кассеты Битакам С этими кассетами Бегаешь Потом Из Юрмала Мчишься На телевидении Там Монтируешь Я помню В первый день Монтажер Катя Мы за год Столько не монтируем Сколько Вы нас сегодня За один день Заставили склеить Ну то есть Совершенно другой Темпоритм жизни Да В Риге В Латвии В Москве А утром Потом эти кассеты Значит Улетали на самолеты В Москву На прямые эфиры Там И так далее Вдруг кто-то Вопросом Разродился Здравствуйте Добрый день Добрый Меня зовут Марина Да Марина Знаете Я может быть Банальный вопрос Задам По поводу Ну вот А цель жизни Германа Вообще Вот как вы думаете Ой какой хороший вопрос А вариант Ответов Чтобы сразу нам А мои Да Не знаю Вот наверное Ну любовь Наверное нет Да Наверное больше Вот больше Наверное Деньги 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 Игра Ну вот То есть Любовь Деньги Игра Да Вы предлагаете Такой вариант Ответов Да 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 Хорошо Так нам Извините Пожалуйста Я Ваши последние Цифры Номера Телефона А 127 По-моему 127 Замечательно Сейчас я Запишу Ваш номер Телефона Чтобы мы Смогли Связаться С вами После Эфира И Вы получили Два билета На этот Спектакль Ой здорово Да Потому что Это потрясающе Это же как раз Цитата Из Пиковой Дамы Что Что наша Жизнь Игра Так что Вы Собственно И вопрос Интересный Задали И варианты Ответов Прекрасные Поэтому Ждем вас И надеюсь Получите Наслаждение Спасибо вам Спасибо вам большое Всего доброго До встречи Ну Какая Прекрасная Прекрасно Да Да Нам позвонила Прям очень приятно Так На чем мы остановились Что-то важное Мы остановились На том Что во время Новой волны Вот эти Вот Да И Ну так как Представляешь То есть В Юрмале Мы снимаем Потом в Риге Монтируем Потом Там все это Отвозится Я спала По 3-4 часа И я помню Что я совершенно Не уставала То есть Я просыпалась Абсолютно Вот мне было Этого времени Достаточно И потом Когда я оказалась В Индии Через какое-то время Я поймала себя На вот этом же Ощущении Что Ой Это же как в Латвии Вот И поэтому Мне кажется Первое Это магия места То есть Потому что Здесь я познакомилась С Барышниковым Ну То есть С людьми О которых Я просто Ну С детства Смотрела Как на богов Да И Здесь Это вот Когда люди Когда ты На завтраке Вдруг можешь У вас Не будем Рекламировать Место Хотя мы все Его знаем И очень любим Да Культовые Которые Неизменно Уже больше 20 лет Где ты можешь Прийти Вот так Вот рядышком Значит С таким Человеком Прекрасным Позавтракать И еще потом И познакомиться Но это же Чудо Да И вот Поэтому Мне кажется Это магия Того Что это Такое Красивое Но при этом Очень наполненное Место Где Ну Как бы Пространство Не позволяет Да Вы все равно Сталкиваетесь Мне кажется Вот это Поэтому Происходят Эти все Знакомства И такие Интересные Проекты Но Говоря про Новую волну То что Она покинула Юрмалу Вот эти Какие-то Взаимные Обиды Я вообще Я как раз Вела прямые Эфиры Тоже Победители Вот Друг за Друга Это вот Дорогого Стоит Да Да Но они Тем более Они приезжали Заранее И они Это был Такой Как пионер Лагерь Только для Взрослых Они там Три недели Репетировали И поэтому Да Это было Всегда Прекрасно Но Я говорю Что Побывав На фестивале Лайма Изнутри Там Потрясающая Атмосфера Поэтому Я думаю Что Все это Вот сейчас Когда Встанет На прежние Рельсы Все будет Замечательно Ну действительно Будем надеяться Что Вот эти времена Вот это Лето Какое-то Очень странное И действительно Такое Ну вот Как-то Испытание Для людей И искусства И любящих Искусство Но для них Наверное Вот Я понимаю Что это будет Немножко камерный Ведь Камерная обстановка Я имею ввиду Пиковую даму То что Это Как дачные Вот Возрождение Вот этой Традиции Дачных постановок То есть Сколько Вообще Получается Там Зрителей Может присутствовать У нас будет Три Такие Ступени Красивые Где будут Восседать Наши зрители С одной стороны И с другой И мы будем Представлять Еще стулья По мере Конечно Ну потому что 29-е Уже распродано А все Хотят Как бы На премьеру И поэтому И поэтому Надо придумать Куда Там Еще Поэтому Я не хочу Сейчас Обмануться И сказать Вот точное Такое количество Мест А оно будет Другое Ну да Конечно Это камерная История Этим Она и Прекрасна Тоже Вот Из Проектов Еще Так как Ты меня Спросил Ну вот Что Интересного Да Что Расскажи Что Что Женщина Исполнительный Продюсер Делает Где Где Локомотив Что Повезет Еще С Арнисом Мы задумали Потрясающий На мой взгляд Проект Это В Юрмале Тоже Будет Происходить Я надеюсь Что Все у нас Получится В середине Августа Это Будут Такие Философские Беседы Где Журналом Лайкс Да Журналом Лайкс Они Сначала С Улдисом Будут Будет Задана Определенная Тема И Сначала Они Будут Час Рассуждать На эту Тему А потом Они Будут Это Делать Уже Залом Когда Можно Будет Это Ну На мой взгляд Потрясающая Идея Потому Что Ну Мы знаем О том Что Если Ты Читаешь Сложные Сочиненные Тексты Не просто Дважды Два Четыре Метафизические Темы То Образуются Новые Ненуронные Связи От этого Здоровью Нашему Прекрасно Сеанс Целительства Короче говоря Сеанс Целительства Полный Журналом Лайкс Философские Беседы Я Держу Вообще Кулачки На всех Руках Ногах Чтобы Все у нас Получилось Здесь Тоже Есть Какое-то Такое Немножко Противоречие Потому Что Люди Становятся Мне кажется Довольно инертными В том смысле Что они приходят Садятся В удобное кресло И Ну развлекайте меня А вот как Вовлечь людей В какой-то Ссор Арнис Так умеет Это делать Вот мы Сейчас ведем Переговоры Просто по Поводу проекта И Я понимаю Что я не могу Ну а у меня же Режиссер же Он не спит Внутри меня То есть Мне вот хочется Взять и начать Снимать Прямо сразу же Потому что Это настолько Но то Как он Увлекает Людей В беседе Как он Поворачивает Темы Мне прям Хочется Начать Уже Снимать Процесс Подготовки Проекта Потому что Это очень Интересно Каждое Слово Каждая Какая-то Волна Энергия Которая Между людьми Которые Только Встречаются И сразу же Начинают Это обсуждать И философствовать И обсуждать Какие-то важные Темы Ну хорошо Мы будем А на какую Тему А как Это вот Рождается Какое-то Ну что-то На твоих Глазах Ты видишь Что вот Как Этот камушек У Марии Который Вот она Почувствовала Внутри Себя Что это Надо Делать Да И вот Каждая Встреча Это рождение Какой-то Новой Субстанции Передо мной Происходит Это очень Интересно А вот Этот конфликт Продюсера И режиссера Вот на Спектакле Например Когда тоже Вот Хочется Ну то есть Вот Как это Поставить Я всегда Шучу Что Я была Очень Жестким Человеком Это может И мой Начальник Игорь Крутой Это подтвердить 22 года Я работаю У него Мне очень Стыдно За все Те Юношеского Максимализма Выпады Да На людей Потому что Я Уже тоже Вот Повторюсь Говорила В одном Из интервью Что дети Нас Конечно Безусловно Делают Лучше То есть Меня дети Научили Отдаваться Отдаваться Процессу Отдаваться Людям С которыми Ты работаешь Они просто Ну За что Мне стыдно Например Это мне Могли Сказать На проекте Это невозможно И следующая фраза Я даже не слушала Дальше Я говорила Вы уволены Но не Не каждый человек Рождается Локомотивом Понимаете То есть У меня Это получается Я не знаю Что такое Невозможно Но не факт Что у другого Человека Это так работает У него по другому И ты не должен Так себя вести И я думаю Что мне еще Долго придется Вымаливать Прощение Потому что Сейчас С появлением Детей Глобально Перевернувшись В восприятие Действительности Я понимаю Что только нежностью Только любовью Можно вообще Сдвинуть Любые процессы Но может ли Вот В самом деле Где можно Научиться На этого Исполнительного Продюсера Или это Рождается Сейчас куча Факультетов Ну да Я имею ввиду Рождаешься Ты локомотивом Или нет Но безусловно Это Какая-то данность Мне кажется Потому что Очень часто бывает Что звонят люди И им говорят Нет Звоню я И я не знаю Как это работает И говорю Здравствуйте А будьте любезны Да Хорошо И на меня смотрят Вопросительно Ну вот же Десять минут назад Нам сказали Нет Ну я Как мне это Объяснить Как это произошло Я не знаю Ну я могу Сказать Со своей стороны Что Когда вот Была новая волна Было очень сложно За многих звезд Пригласить И вот у нас был Один мальчик Который умел Их уговаривать То есть Он Но он Добивался этого Вот так Что он говорил Что его Сначала посылали матом Потом Ну вот была Все стадии Отрицания Вот там Наконец принятие Вот когда там Я не знаю Очень уважаемые Там даже Ну пускай без имен Но просто Очень уважаемые люди Просто утирая слезу Говорили Ну черт с тобой Ну давай Ну ты меня уже Лучше я потрачу Ну словно говоря Полчаса Отдам интервью Вам Чем ты еще будешь Ходить за мной Там 10 дней И все время Смотреть мне в глаза Эти Ну такие методы Ну конечно Когда очень нужно Я применяю Но слава богу Уже Уже тренировка Годами Она как-то Более другие методы Работает Более легкие То есть мне не надо Ходить Уговаривать Ну что же У нас вот буквально Действительно Завершается Время Победу нам показывает Латвию вот Как место какое-то Такое Не знаю Намоленное От других Какой наш зритель Наш латвийский Он чем-то Отличается Конечно Конечно Во-первых Очень красивый То есть вот Когда ты В ПТС Сидишь Да И управляешь Камерами Передвижной Телевизионной Станции Когда ты находишься В других местах Ты просто видишь Ты приезжаешь У тебя прям вот Душа радуется Искренне Тому Что ты видишь Что для человека Это целый ритуал Прийти на мероприятие Да На спектакль На концерт На Ну Любое Да Какое-либо мероприятие То есть я вижу Что Укладка У там Женщины в возрасте Да Ей 70 Но у нее какие-то Кудри Вот эти вот Завитушечки И она вот сидит Этот божий одуванчик И просто Ну Глаз радуется Да Там молодые все Девушки Женщины Они с украшениями С какими-то С какими-то Все подобрано В тон Опять же Ну Лица Эти балтийские Да Эти вот Наверное Все что ты носишь В сердце Ты об этом Не говоришь То есть для меня Самый такой Ну Важный проект Это Сквозь лес Полный метр Два года У нас Уже идет Предподготовка Мы никак Не запустимся И это Как раз Про то Чтобы показать Балтию То есть Это про Детей Потерявшихся В лесу И о том Как они Находят свой путь Но это тоже Такая метафора То есть Потому что Все мы в жизни Периодически Теряемся Да И потом Нам нужно Найти путь На который Встать И идти Вот И поэтому Что удивительно Да все здесь удивительно Начиная от вот Этой красоты Людей До разного возраста До пейзажей Которые я очень хочу Показать В этой работе Удачи с этим проектом И всех еще раз Приглашаем Пиковая дама Это будет В самые ближайшие дни 29 июля 30 1 2 Ищите информацию В интернете Я думаю Что вы обязательно Найдете Спасибо большое Екатерина Лавинская Сегодня была у нас